Руины истории от одной из стен величественного замка во Львовской области осталась груда камней. Что привело к обвалу, знает Галина Якушко. Для Украины поморяны и замок поморянский важливы тем, что в 1941 году, когда пришли немцы, тут подпильно деяла подстаршинская школа ОУН, которая готовила офицеров для повстанской армии. Поморянский замок в 100 километрах от Львова построил в XIV веке шляхтич Григорий Кирдей. Позже в нем жили представители польского рода потоцких. Замок выдержал на беге всевозможных ратий, но не устоял уже в наше время. Вот так выглядит сейчас памятник архитектуры в поселке Поморяны. Вначале замок был деревянным, но в XVI веке его реконструировали и построили из камня. На днях стена одной из построек рухнула. Чтобы сооружение не завалилось совсем, сотрудники установили деревянные балки. За зиму фундамент просел, в стене накопилась влага и она треснула. А тут появился порог, просто весь парк такий задымлений был. Предпочали первочередным проектом частковая разбирка стены, инъектование трещин и затяжки. Ну, сейчас в этом нужно скорректировать только разбирку завалив и вытворить стену согласно проекту. 700 тысяч гривен. Именно столько выделили областные депутаты на противоаварийные работы в 2016 году. За эти деньги укрепили только колонну и арки. Об Волстяны объяснили так. Это была порожня споруда, которой никто не занимался. И поэтому, власне, эта споруда системно руйнувалась. Почему вы не занимались? Мы вот начали заниматься тем, что его в первую очередь, чтобы иметь какого-то власника, чтобы кому-то надать в користование этот замок. Но в начале замок нужно вывести из аварийного состояния. На это требуется около 11 миллионов гривен. Таких денег в областном бюджете нет. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область.